Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Киберпанк. Я тут поездил по местным улицам, поубивал бандитов, порешал вот такие вот голубые задачи. Прокачался, соответственно, и кучу шмоток нашел. Ну-ка ж посмотрим. Посмотрите, какой красавец в труселях розовых. Шикарно, а? Такого на улице увидишь, перекрестишься 10 раз. И за километр убежишь. А еще с ножом, реально псих какой-то. Посмотрите, какая масочка-то славная. Мэнпо Акайони с титановыми вставками. Плюс 5% дополнительный урон врагам с наивысшим уровнем угрозы. Плюс 5% дополнительный урон врагам со средним уровнем угрозы. Вот так вот. Кепочка, плоская кожаная кепка с легким защитным покрытием. Дышащая куртка саламандра с брезентовым слоем. Так, и что-то тут... Да, это она как раз. Я вставочку поставил, которую сам сделал. Плюс 44 и 24 брони. И у нее теперь 81,8. Офигеть. Теперь мои красные вампирские глаза видны. Красота. Даже лучше этого жилета. Денег, кстати, видите, 29 тысяч. Можно машину будет покупать. Чтоб своя была, а не вырвать каждый раз. Так, ну сейчас мы едем на вот это задание. Побег гепарда. Это заказ. Спасение. Знаешь классический сюжет в комедиях, когда дурачок попадает в неприятности, а мрачный громила его спасает? Вот у нас сегодня как раз такая история. Дурачка зовут Хванбо. Раньше он был мальчиком на побегушках в тигриных когтях. А потом захотел все и сразу. Вместо того, чтобы сидеть тихо и не отсвечивать. В общем, этот гений решила бы красть свою же банду. Мало того, он сделал это так, что подозрение сразу упало на него. Хванбо вынес себе приговор, поэтому ему надо исчезнуть как можно скорее. Сейчас он сидит в Сансете, и я уже нашла ему проводника из хачевников. Но его все равно сначала надо перевести из одного конца города в другой. Если он появится на улицах, когти сразу его поймают. Короче, ты знаешь, что делать. Приступай. Поехали же туда. А потом покупаем новую машину. Ух, какая яростная. Это Тестероса. Прикольная тачка, но по управлению не самая классная. Вот этот самый классный, кстати. Мне вот этот тащило очень нравится. Почему-то... Зараза. Почему-то она мне напоминает BMW M1. Хотя вроде не похоже. Но я только вижу сразу ассоциации с BMW M1. Извини, мужик. Так, ладно. Раз я уже преследуюсь, то я хочу этот... Автомобиль получить. В смысле? Не того убил. Опять какая-то гнида меня убить пытается. А я думал, он сейчас скажет, опять какая-то гнида меня убила. Труп. Вау, салон офигенный. Вот эта тачка мне больше всего нравится пока что. Просто топчик. И звук классный, кстати. И управляется супер. Вот почему-то BMW хочется ее назвать. Но она по своим размерам, по сути, похожа на BMW шестерку. У тебя сейчас уже восьмерка появилась. Ну, я думаю, именно шестерка. Такое большое купе. И дизайн, смесь современности с восьмидесятыми. Это не восьмидесятые нифига. Посмотрите. Шелон. Ну, круто, круто выглядит. Мне все в этой машине нравится. Прямо топчик. Не, ну что-то вообще есть с BMW M1, да? Это тот старый суперкар. BMW-шный. За решетка сзади. На заднем стекле. Так, мы на месте. Вот такой бы купить. Это у нее бензобак тут впереди? Это мизутани. Тут непонятно, мизутани что-то японское или итальянское? Или вообще грузинское? Знаете, мацони, мицутани. Похоже. Диски чистые с восьмидесятых. Ммм, какие звуки прекрасные. Найти Хванбо. Так, где он тут сидит? Вот он. Надо подняться наверх. Это такой захолустный мотельчик. Американский. Покушаем. И выпьем. А, не то. Ну, а стаканы? Понятно, это все выпитое уже. Так, а тут есть... К чему подключиться? Вообще, надо бы не злоупотреблять этим в записи. Ну, ладно. До сих пор я до конца не понял, как все взламывать. Надо будет посмотреть обучающие ролики. Так, пятьдесят пять. Пятьдесят пять. Чтобы был... Беди. А, что-то все равно не взломал. Ну, упор на нижнюю надо делать всегда. Это я точно понял. Ты там заснул? Так, извини, чувак. Я не могу не взломать. Так, беди, чтобы было пятьдесят пять. А нету. Как будто специально. Значит, пятьдесят пять. Ну, главное, нижнюю взломать. Самое выгодное. Ммм, можно умыться тут. Похоже на номер, в котором нас... Убили. Помните? Моя фамилия Дзен, суки. Честно говоря, я не хотел описать эту книгу. Вы держите ее в руках только потому, что мне заплатили. И вообще, я написала за меня Джейк. Привет, Джейк. Но это я уже шучу. У меня еще осталось чувство собственного достоинства. Какое-никакое. Кстати, кто вообще сейчас читает книги? Мне казалось, их покупает, чтобы полки не стояли пустыми. По крайней мере, я так делаю. Может, было бы лучше просто открутить все полки от стены? Есть о чем подумать. О чем я говорила? А, да. Мой агент сказал, что издательство хочет выпустить мою автобиографию. И спросил, есть ли у меня вопросы. Я, конечно же, спросила. Можно ли ругаться, как сапожник? А он ответил. Ну, да, наверное. Давайте проверим. Дерьмо, сука, падла. Смотрите-ка, прокатило. Поехали дальше. Многие из вас знают меня по передаче быстрые новости. Должна сказать, работать ведущая на удовольствие. Раз в неделю я зачитываю стелесуфлера вымученные шутки, написанные стажерами. А платят мне за это больше, чем вы получаете за год. Обожаю капитализм. Как я туда попала, спросите вы? Очень просто. Друг моего отца работал продюсером на 54-м канале. Поэтому в какой-то момент я оказалась там на практике. Что может быть познавательнее, чем разносить кофе? Тем более бесплатно. В целом делать было особо нечего. Так что основное время занимали перекуры. Через какое-то время оказалось, что всем почему-то нравятся мои шутки. Поэтому один прекрасный день меня усадили перед камерой. И все завертелось. Как вы можете повторить мой успех? Да никак. Потому что у вашего папы нет друга продюсера. А с улицы на 54-й никого не берут. Вы же знаете, что люди вроде меня и срать рядом не сядут с нищебродами вроде вас. Я уже говорила, что обожаю капитализм. Ну да. Парень 결정. Определись уже, наконец. Ммм, ковбойский жилет с бахромой. Нет, он хуже вообще-то моего. А, прокачаться хотел. Точно, самое время. Надо пытаться прокачивать интеллект. Пользоваться этими способностями. Взлом протокола длится на 40% дольше. Да, давай. Камеры на 6 минут вырубаются. Обязательно. Массовая уязвимость. 6 минут. Да. Денег мне и так хватает. Еще тратить очко сюда. Так, и прокачаем интеллект. Даже два раза. Посмотрим, что открылось. Да ладно, ничего. А, уровень теперь требуется. Ну, две штучки открылись. Ближайшая точка доступа подсвечивается автоматически. Неплохо. Вы получаете улучшенную версию демона. Массовую уязвимость. Которая снижает все виды сопротивления всех врагов. В локальной сети на 30%. Вау. Круто. Ммм. То есть предыдущие надо прокачивать. Они идут одна от другой. Понятно. Постепенно я вникаю в игру. Кстати, интересная фишка. Вот это. Видимо, еще способность будет в будущем. Так, а что это у нас такое? Что у тебя на компьютере, Хванбо? Ладно. Ага, все зовут меня Гепардом. Ну, типа я быстрый, как Гепард. Да не пизди. Как ты сюда попал? На машине. Она рядом тут стоит. Дай-ка я поведу. Гепард, блин. Тоже мне нашелся. Думаешь, я слепой или глухой? Да погодите. Зараза. Завали пасть, а то пуля... Ладно, все. Завали пасть, а то пуля влетит. Нужна помощь. Я вот эллисанса. Так. И порно. Прекрасно. Все, идем помогать. Что там, чувак? Жаль, сейчас день. Вон он, ублюдок. Так. Наверное, вас напрягают эти зломы постоянные. Ну, такая игра. Сложно что-то поделать. Эх. Так, один есть. Вы, конечно, жадные. Иду его лутать. Так, еще кто-то там. Нет, это снизу. Что за звук такой? Тут он добывает корочение со звуками. Холера. Ой, долгий взлом. Так, он ни хрена не видит сейчас. Давай-ка, дружок. Так, вот. Блин, дергания эти, конечно, местами напрягают. Сюда какой-то кент идет. Так, запрос. Угу. Не высовывайся. Через кусты он не видит? Вроде нет. Так, что мы можем сделать? Звуковой шок, запрос. Перегрузка оптики пускай. Так, а этого надо шмальнуть как-то. Сзади кто-то. Бежим нахрен. Чувак, садись в машину. Погнали отсюда нахрен. А где он? Все с ним понятно. Ты тварь. Да блин. Ах, зараза! Фига себе, убили как легко. Как-то все неудачно получилось. Не роняй бутылки. Так. В смысле? Зараза! Ну как же так? Прицел не самый удобный. Я не сразу вижу точку. Крутой кент. Пришлось всех убивать. Ну ладно, так даже веселее. Живучая скотина оказалась. Моя пуля не свалила ее. Зато облутали их. Ха-ха-ха. Так, я весь лут собрал. Все, пойдем. Поехали, мужик. Ох, еле ушли. Да мы справились. Да уж ты герой. Слышите этот звук? Ладно. Если не пройдет после миссии, то сохраняйся и загружусь. Офигенный звук. И подвеска работает так. Эй, у тебя есть прозвища какой-нибудь? Нет. Блин, ну ты че, надо придумать. Пацаны на улице не поймут. Ладно, мы на месте. Вылезай. Стой. А эти ребята свои? Они меня на органы не продадут? Когда ты уедешь. Реджи наняла их напрямую. И лично всех проверила. Ладно, ладно, иду. Это, спасибо за помощь там. В отеле. Двери офигенные, да? Вперед отъезжает. Добро пожаловать в реальный мир. Безупречная работа. К вам бог говорит, тебя надо прозвать бешеным львом. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Ну, ты славно. Тоже офигенная точилка. Перезагрузится. И машина пропадет, к сожалению. Ну, что поделаешь. О! Свернул игру и вернулся. Нормально стало. Надо ехать покупать машину, я считаю. Автомания. Кварц. Галена. Вот, кварц. Ты себе кварц не хочешь? Авто достойное, в хорошем состоянии. Мне его продал мужик, повернутый на машинах. А, это мы читали. Арчер кварц. 29 тысяч. Вот это цена. Где находится? Вроде как недалеко, но надо круг делать. Ну ладно, на этой машине круг наслаждения. Вот, я не знаю на записи, это есть или нет. У меня сейчас двоится все, как будто я пьяный. Бежевый салон, шикарный. Ну, правда, грязнится. Не для всех такие салоны. Но выглядит всегда офигенно. Мне очень нравится, как машина тут рулится. Очень, честно. Зараза! Въехал меня. Салон так проработан, это офигеть. ГТА же вроде не проработанные салоны, да? А тут топчик. Так, это здесь. Знаете, напоминает реальную покупку машин. С рук, когда покупаешь, так же ездишь по бестал. Осматривать. Я эту тему обожаю, вот честно. Некоторые не любят покупать машину. Ой, там наткнешься на что-то. Я обожаю. Я со столькими людьми уже ездил, так выбирал. Для меня это кайф настоящий. Все это осматривать, пробовать. Поездить на разных машинах. Это вот эта... Какашка? Серьезно? 29 тысяч стоит? Она, видимо, какая-то крутая. Да? Доработанная. Все дела. Знаете, как в таких случаях говорят? Ну, ты же не навечно покупаешь. Поездишь, поменяешь. Потом 10 лет проходит. Ты все на ней же. В карбоне вся, да? Гона продавца нету. Может, Галену посмотрим? Привет, привет. Продаю свою Галену. Пробега почти нет. Стояло 10 лет в гараже. Чувак боялся, что некие они его пристрелят. Ежели он покажется на улице. Ну, от судьбы, как говорится, не уйдешь. Шальная пуля разбила окно и попала ему в голову. Мораль такова. Живи, пока можешь. Покупай хорошие машины, пока предлагают. Так, где эта Галена находится? В другом конце мира. Давайте посмотрим, что за Галена. Я, конечно, верю. Ну, что такое? Ну, как? Версия 1.5 игры, блин. Полетели. Посмотрим Галену. Вернуться сюда сможем. Видимо, рассчитано, чтобы я эту Галену купил именно. Потому что рядом с домом как раз. Ну, где она? Моя прелесть. Ключ от мотоцикла Джеки? А, то есть у него мотоцикл может быть? Во дела. Так, а может быть сообщения какие-нибудь пришли, кстати, я не смотрел. Задолженность по аренде. Администрация мегабашни. Здравствуйте. По нашим сведениям, в этом месяце вы не оплатили аренду квартиры, расположенные в мегабашне H10. Согласно договору об аренде жилья, дальнейшая задержка оплаты придет к выселению в принудительном порядке. Ну, так заплатить надо, Ви. Как заплатить-то? Самурай веб. Мо дела. Фансайт. Так, я сюда не заходил давно. Открыть тайник. О, офисный пиджак Ви. Так, я выложу, чем я сейчас не пользуюсь. Что же устарело, но интересное. Культовое оружие. Винтовочка, к сожалению, уже подустарела. Она должна ваншотить всех. Она уже... На это не способна. Вот, разгрузился маленько. Так, а почему ничего здесь нет в этих ячейках? Как сделать, чтобы было? Карты? А зачем стрелка на унитаз показывает? Типа, сюда. Это когда совсем убитый, да? Так, раз я дома, у нас было задание поговорить с чуваком. С соседом. А эти опять стучатся? А, они уже повязали его, да. Что-то не так. Молодец. Топай, топай. Уведение NPC-шек, конечно, безумное тут. Барри, я ничего не перепутал. Ну, кто там? Это я, Ви. Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Медзутане Сион. А я сказал, что это говно для позеров. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Секундочку. Медзутане Сион, то, по-моему, машина, которая мне нравится. Которая BMW M1 называю. Ви. Мы с тобой не живемся. Помню, да. Чего тебе? Чего тебе? Чего тебе? Чего тебе? Сила нужна, нифига себе. Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копы-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно. Но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже. Заходи. Крепкий мужик, да? Да, ну и помойка у тебя, мужик. Что любой на моем месте. Жесть. Что это картонки делают на полу? Я вообще знаю, это... Упси. Я вообще знаю, эта фишка в играх специально утрирует. Чтобы людям казалось, что они не такие уж и неряхи. Хе-хе-хе. Сравнили с этим всем. Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. Как вижу, в полиции Найт-Сити все та же жопа, что и была. Один раз типчик из Мальстрема прямо у меня на глазах убил мелкого пацана. Просто чтоб поржать. Я ничего не мог сделать. Подонка защищала корпорации. Прикинь, пиздец. Ах, классика. Потом, конечно, кто-то шефу занес чемодан за Баблова. И знаешь что? Во всех отчетах написали, что парень сам себе мозги вышиб. А, прямо у тебя на глазах. У меня тогда внутри сломалось что-то. Понял, что все. Не могу. А потом Эндрю не стало и все покатилось. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес вообще дубина. Он думает, что нам, копам, слабость не прощается. Но убили мальчишку. Это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все. И это к лучшему. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, что погиб. Он умер. От старости. Ну а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить, чтобы весь город знал, что так бывает. Да, смешно. Достаточно урны в колумбаре. Выходит, Эндрю был тебе даже не друг, а почти как дед родной? Ну не знаю. Не то, чтобы дед. И он был вроде как, не знаю, ключиком к прошлому. Глядя на него, я вспоминал детство, бабулю мою, как мы с ней болтали, смеялись. В то время все было хорошо, понимаешь? И Эндрю был вроде как последний тому свидетель. Вот и глубоко все зарыто. Мендес просто нихера не знает о жизни. Предел есть у всех и даже у него. Просто он к нему еще не подобрался. А если он прав? Может, я и правда мямля, слабак, сопля. Вживает ведь сильнейший. Это нормально, горевать о потере. Легко терять то, что тебе недорого. Наверное. Хорошо поговорили, но мне надо побыть одному и подумать об этом. Конечно. Береги себя. Ну, надеюсь, ему полегчает. Вроде все правильно выбирал. Там вроде одна развилка такая была в конце. Ну, а неплохой мужик такой. Ну, короче. Принять. Принять. Бла-бла-бла. И все готово. Народ пишем. Клево. Три, два, один. Пошли. Ну да, у нее голос до темнокожей не подходит, конечно. Надо более глубокий, какой-то был манерный такой. Охренеть! Вы видели? Я в шоке! Интонации не те. Ну, конечно, не ужасно, не провально озвучено, но... Не под персонажа подобрали. Нашли бы для нее кого-нибудь более подходящего, что ли? Безумная реклама. Безумная реклама. Молчись, когда ты на высоте неба. Взрыв вкуса. А мы приехали уже. Видео, конечно, тоже прикольное. Но в смысле я проехал? Как так? А как мне подняться тут? Пешочком? Попробуй наш новый овощной вкус. Пасту с овощным вкусом. Делайт этот вкус? Или taste вкус вообще? Делайт. Вот как перевести Делайт? Примерно представляю, что это не знаю, как перевести. Слушайте, мне эта машинка больше нравится, честно. Там в нее вообще никак. Да, это драндулет. Но что-то в нем есть. Это хрената какая-то. Эта машина мне напоминает гольф. И лянчу дельту еще немного. Вот крыло от гольфа явно. Первый гольф, смотрите. А сзади что-то есть вот от лянчей дельты. Интеграли эволюционы. Беру. Сойдет. Эх, хороша. Моя малютка. Ублема почти как у Теслы. Я знал, что ты не устоишь. Пользуйся с удовольствием. Славно. Так, секундочку. Мы же спасли Хэлла вроде бы. Почему сообщения не было? Ага, администрация Мегабашни уведомляет вас, что ваш автомобиль ждет вас на ближайшей автостоянке. Желаем хорошего дня. Общество Бартамосса. Лучшее оружие против капитализма. Непрерывная медитация. Ну вот, теперь можно ездить на задание. Встретиться с Такимурой? Нет. Основное задание подождет. Настолько дел тут. Просто с ума сойти. Что это у нас? А, встретиться с Такимурой? Поговорить с полицейскими, два товарища. Вот. Какие вы все психованные, запуганные. Багажничек удобный, кстати. Какие-то классные штуки. А почему я капот открыть не могу? Ладно. Видимо, с этими копами как раз с Мендесом и... Русское имя забыл. Девушки. Забрать свою машину из гаража? В смысле, я зря покупал эту машину? Что за нафиг? Я зря 13 тысяч потратил. Калера. Сейчас узнаем. Так, найти нишу Эндрю. Что за нафига? Пораженные ткани имплантами. Однако, эксперты из Байодайн создали ниты, которые при введении в спинной мозг обеспечивают постоянное восстановление нервной ткани. Заявленная стоимость этого новейшего метода лечения составляет 700 тысяч евро долларов в месяц. Уже вторую неделю подряд на свалке, в которую превратились развалины Атлантик-Сити, бушует страшный пожар. Эта свалка в 4000 гектаров одна из крупнейших в мире. Там хранятся как биологические, так и ядовитые отходы. В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных. И еще 40 получили серьезные ожоги и токсические отравления. Шведская академическая премия по литературе объявила нового лауреата, Вирджинию Гранчестер. Ее последняя книга в тени яблони признана сокровищем нашего поколения. Гранчестер, искусственный интеллект от компании Raven Microcybernetics, уже была удостоена целого ряда премий и наград. Нормально, робот. Роман под названием Реквием по самураю был издан одновременно на 70 языках и продан более 3 миллионов раз. Роман в тени яблони это драма, разворачивающаяся в Ирландии в 20 веке. Это произведение уже признано шедевром литературы постколлапса. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что... Искусственный интеллект пишет произведение. Но это закат человечества все. Видимо, у меня было указано основное задание до этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он точил не шибко резая. Ну ладно, зато своя. Новая зона я тут раньше не бывал. Кабуки. Тут далеко ехать надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это первое задание. С чего все начиналось? Девушка-то голая. Понятно. Новый район открылся. Это как старых GTA, помните? Или в новых тоже так. То есть район за районом. Больше всего это третья часть напоминает. Там вот прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут серпантин прямо. Нифига себе. Да, район совсем другой. Прикольно. Зараза, заносит. Слушайте, физика классного управления. Вообще не аркадное. Мне очень нравится, к машине управляется. Тут даже прикольно с рулем было бы поездить. Но это, конечно, жесть. Пересаживаться постоянно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я на месте. Это, видимо, полицейский участок. Все за две недели до анонса этого био-чипа. Так себе деловое решение. Бывает и получше. Типа твоих? Типа моих. Типа брака с моей сестрой? С финансовой точки зрения? Уж получше решение, чем это твоя продажа акций. Уел. Что думаешь, кстати? Будешь брать себе, когда выпустят? Что? А, ты про био-чип. Нет. Норд Оук вполне меня устраивает. Да, уж продать акции перед тем, как они вырастут, это самое гадкое. Ну, по акции у меня опыта нет, только по торговле криптовалютой. Кусанаги эстэ. Три икс. Так, ниша. А, это где он похоронен? Значки какие-то интересные. Черепаха? Почему я так нагибаюсь в стороны? В светлой памяти моего лучшего друга Эндрю, ты был черепашкой, но слушал как человек. Ты был рядом, когда бабуля учила меня отличать добро от зла. Ты последнее напоминание о лучших временах. Покойся с миром. А, он реально черепахой был. Кажется, ты начинаешь понимать. Нужно рассказать его друзьям. Надеюсь, еще не поздно. Ну, знаешь, как бывает. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. А Барри за свою жизнь столько насмотрелся, что может в бездну и шагнуть, недолго думая. Он реально черепашкой был. Блин, я думал, это образное такое имя. Вау. Ну, это жесть. Не, ну, конечно, привязывается к домашним животным, я понимаю. Очень красиво. Значит, тут кладбище. Угу. Кстати, можно осматривать вот так вот. О, как. Красота. Поговорить с полицейскими. Полетели. Держись рядом, хорошо? А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего, почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. То есть они не знают. Скажем им. Петро поймет, а вот Мендес... Мендес. 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 Дела у Барри плохи. До того плохи, что он предпочитал общаться не с вами, а с черепахой. Это типа шутка такая? Какие уж тут шутки. Дело серьезнее некуда. Барри было трудно в полиции. Он не справлялся, его гнобили, но он от вас и закрылся. У него никого не осталось, кроме вас и черепахи. Это был его лучший друг. Память о бабушке. А потом... Другой не стал. Охренеть. Ну, Ви все очень круто сказала, если честно. Туш какая. Ты надо мной стебешься? Конечно. Меняешь хлебом, не корми, дай копов постебать. Но зачем он нам врал? Он же говорил об этой черепашке, как о настоящем человеке. Ну, а что бы сказал Мендес, узнаем, что Барри разговаривает с животными. Господи. Я думал, что он придуривается, что просто раскис. Мне надо с ним поговорить. Ну, наконец-то. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Прикольное задание, да. Без единого выстрела. Репутация поднялась. Славно. Но еще не все закончилось. Ну-ка, последим за ними. Барри. Я же сказал, без ордера ты сюда не войдешь. Хватит, Барри. Давай просто поговорим. Петрова рассказала мне про твое последнее дело. Просто жесть. Значит, шеф велел молчать в тряпочку? У меня тоже такое было. Один урод детей убивал. Оказался исправление Петрахема. Ничего с ним не сделали. А у меня до сих пор это перед глазами стоит. Пацан в зеленой майке, а на ней желтый кот мультяшный. Заходи. Отлично. Ну, там было сообщение какое-то. Зараза. Как я его сразу не заметил. Ну, ладно. Все разрешилось. Ой, славно. Так, забрать машину. Уровень угрозы очень низкий. Но какой-то есть. Сегодня серия ездения на лифте. Он имеет при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Какова дальнейшая судьба Пасифики? То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов и наркоманов. Кантау недавно выразила интерес к приобретению недвижимости в Пасифике с целью организовать там серверный и логистический центр. Власти обсуждают возможность продажи земли за символическую цену в 1 евро доллар, если корпорация Кантау продемонстрирует готовность заняться срочным тотальным скринением местной преступности. Наш последний сюжет не обрадует любителей домашнику. Вот она моя! Я зря покупал! Зараза! Че за нафиг? Джонни, ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия. Вот что странно. Доломейн? То есть я не зря машину купил. Ну ладно, это радует. Не думал, что я буду когда-то радоваться тому, что мне машину разбили. Шикарно. Ну вот. Все было не зря. Они тут галёсные базы посмещали. Вот смотрите, это колесо вынесли назад явно. Но тут было. Прочитать сообщение от Доломейна. Ну-ка ж. Вам полагается компенсация. Приносим наши глубочайшие извинения по поводу дорожного происшествия такого-то. От лица корпорации Деломейн приглашаем вас в наш головной офис для оценки причиненного ущерба и выдачи компенсации. Видимо, специально хотели пригласить. Так, маму Уэллса потом почитаем. И займёмся заданием. Фред Тринер. Хай Ви, отца наконец-то открыли. Ты свободен. Только о боях не забывай. Жаль будет, если такой талант зря пропадёт. Хм. Где моя тачка Чумба? Компенсация. Ну, отслеживать я выбрал. Да, всё. Прекрасно. А, я могу сюда машину вызвать? А где она? Видите, тоже колёсную базу сместили назад. Хотя у Гольфа примерно так и было. Ну, чуть-чуть, наверное, назад сместили. Я вообще люблю, когда игра начинается со всякого хлама. То есть... Оружие, хлам, машины, хлама. Постепенно мы получаем всё лучше и лучше. А некоторым сразу всё подавай. Тогда кайфа нету. Всё, надо постепенно получать. Вау, какие красивые места. Найд Сити просто шикарен. Так, зараза. Он поворотник показывал вообще? Чё-то я не заметил. Чайник, блин. Кстати, интересная фишка. CD Projekt Red выпустили версию 1.05 патча и добавили поддержку мультипроцессинга для AMD, но только шестиядерный, четырёхъядерный. Для восьмиядерных типа и так всё нормально работает. Нафиг это надо. Ну, что вы думаете? Я добавил вручную, и у меня FPS значительно поднялся. То есть до этого в городах у меня всё впроц упиралось. И было 40 кадров, теперь 60. Говорят, в Хейвуде новая душа. Я Себастьян и Барра. Меня называют Патре. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Знаете, это всё мне сейчас стало напоминать третью GTA. Новый район открылся, сразу со мной связываются мафиози местные. Когда у тебя будет минутка, зайди к старому Патре. Это и есть офис Доломейн? Как-то не очень круто выглядит. Нету лакшери. Мой юрист тебя обнулит, нахер! Слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Видимо, не я один такой. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дэл. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Эй, эй! Он был в самом конце очереди! Дэл, ты чего? Не узнаёшь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчёт аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Доломейн. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер происшествия. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорации. Вот дела. Назовите идентификационный номер. Слушай, ты, мне нужен Доломейн. Канал коммуникации открыт. Так просто? Ваша личность установлена на основе сканирования черта лица. Мистер Ганс Йонас. Опишите свои ощущения после происшествия номер... 7, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 9, 6. Счастлив. Авто покорёжено, моё сердце разбито, но это я обсужу с настоящим Доломейном. Ви, извините, если данные подпрограммы не соответствуют вашим ожиданиям. Я, пребывая в кризисном состоянии, не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счёт компенсацию за нанесённый ущерб. А этот что, плотной? 3000 всего? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьёзно? Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Да, то есть он специально это всё устроил. Прикольно. Следуйте за дроном, поговорим в другом месте. Бочдокс. Реинтеграция. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Да, конечно. Десятка требуется. Так, опять заглючило. Я понял. Это, видимо, в трассировке дело. Короче, надо брать, вырубать трассировку. Кстати, FPS подскакивает просто. Нет, в этот раз не подскочил. Просто упирается. А так до 140 подскакивал. На улице. И теперь включаем обратно. Всё. По идее, теперь всё нормально. Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. Какой-то он побитый, не находите? О, ави! А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. Офигенная экскурсия. К сожалению, в настоящий момент мастерская переможена. Но надо думать. Частое в автобарке сети головы пока не остановлено. Моя рабочая версия заражена мощным вирусом. Проблему надо устроить быстро. Род числа аварий резко увеличивает расходы. И привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Я не понимаю, почему он именно меня сюда вызвал? Это у людей может быть штаб. А тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. А зачем тут конфиденциальность? Чем меньше ненужного внимания, тем лучше. В последнее время проверки со стороны власти участились за мной и уже следят. Копы следят или сетевой дозор? Боюсь, что последний. Мой правовой статус не до конца урегулирован. И если я буду недостаточно осторожен, меня могут отнести к нелегальным иммигрантам. Фигаси, то есть он получается все сам делает. Искусственный интеллект. Это круто. Ну ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Доломейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Так, где он? Реинтеграция. Все, можно уходить. Ничего взломать нельзя. Так, а войти в комп? Не. Почему тут FPS так проседает? Обычно в зданиях, помещениях под 80. А тут 50. И вроде как в проц упирается. Доломейн. Там, видимо, самое главное сердце его. Мозговой центр. Процессор. Ядро. Евро-доллары? Ммм. Так, ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...